Если вы использовали все бесплатные инструменты, доступные на платформе, но вам хочется больше, значит пора подключать платную рекламу. Стоимость привлечения зависит от самого продукта, широты целевой аудитории, числа конкурентов и других факторов. Чтобы определить оптимальную цену именно для вас, экспериментируйте. Экспериментировать лучше на минимальных бюджетах для того, чтобы понять, какие аудитории работают лучше, куда стоит влить больше бюджета и не растратить тот бюджет, который есть у вас. Вы уже знаете, каким аудиториям интересен ваш продукт, какие проблемы он решает, и при запуске рекламы эти знания помогут как никогда. Используйте их для формирования креативов и тестируйте их на разных аудиториях. Поделюсь с вами основными принципами для создания успешных креативов, которые пригодятся вам не только в создании рекламных объявлений, но и в создании постов в сообщество, баннеры в каталоге и в принципе любых других креативов. Первое это понять, кто ваша целевая аудитория. Об этом мы с вами говорили уже ранее. Для каждой целевой аудитории должен быть свой креатив и предложение, которое решает проблему конкретной целевой аудитории. И очень важно один креатив, одна мысль. Также помните, что то, что нравится вам, совсем не обязательно понравится вашей целевой аудитории, поэтому, повторюсь, экспериментируйте. Еще одна довольно простая истина, но о которой часто забывают, всегда используйте call-to-action в объявлении. Все мы живем в огромном потоке информации и нашему мозгу лень тратить время на большие тексты, попытки понять, что вообще имел ввиду автор или вы в качестве онора продукта. Поэтому просто скажите пользователю, что вы от него хотите. Если хотите, чтобы он подписался, то говорите «подпишись». Хотите, чтобы поиграл в игру или зашел в приложение, говорите «поиграй» или «зайди». И еще раз, совсем не обязательно сразу вливать большие бюджеты на продвижение. Даже наоборот, тестировать стоит на небольших бюджетах, чтобы определить наиболее работающие компании и сделать это без потерь. А остальное просто отключить и уже в дальнейшем увеличивать бюджеты на тех компаниях, которые работают наилучшим образом. При запуске разных креативов и целевых аудиторий отслеживайте их эффективность в рекламном кабинете на начальных этапах желательно пару раз в день для того, чтобы отключить неэффективные максимально оперативно и перелить бюджет на те компании, которые отрабатывают наилучшим образом. Ну и конечно, реклама может быть не только инструментом для привлечения новых пользователей, но и служить отличным каналом для ее возврата. Для наиболее эффективной работы с ретаргетингом, то есть той аудитории, которая уже была в вашем приложении, добавьте Pixel в исходный код своего продукта. Pixel позволяет отслеживать всех пользователей приложения и с его помощью вы сможете показывать рекламу именно тем пользователям, которые заходили в ваше приложение и совершали или наоборот не совершали в нем нужные вам целевые действия. Создавая креативы для ретаргетинга, учитывайте все те же принципы, о которых мы уже поговорили в этом уроке, но с упором на мотивацию перейти на следующий шаг по воронке. Например, вы собрали аудиторию пользователей, которые к вам зашли, но, например, не зарегистрировались. И в рекламных креативах на эту аудиторию мотивируйте их перейти на следующий шаг, то есть зарегистрироваться. Механика настройки ретаргетинга в рекламном кабинете достойна отдельного курса, на самом деле, но вы всегда можете найти всю детальную информацию и изучить довольно подробно в открытых материалах ВК-рекламы, и ссылку мы приложим в описании к этому видео.